Привет, это я Роман, я сейчас нахожусь на конференции ВНФ и делаю доклад по благоустройству комфортной городской среды. Давайте обо всем по порядку. На площадке ВНФ собрались все активисты из разных районов для того, чтобы познакомиться и сообща выработать проблематику и предложение по благоустройству. Познакомились и приступили к работе. Моделировала мероприятие «Любовь Прилуцкая». Мы разделились на 4 группы и сразу включились в работу. К каждому были выданы списки вопросов. После этих ответов были сведены в единую таблицу. И лидер каждой группы озвучивал свои предложения перед аудиторией. Все вопросы делились на 4 группы. Это цели благоустройства, проблемы при реализации этого самого благоустройства и пути решения. Спор получился жаркий. Он был продолжен и на кофебрейке, он был продолжен и во время поездки в парк КЗТЗ. Парк КЗТЗ – это уникальное место, пример того, как делать не нужно. Впрочем, смотрите сами. На самом деле, здесь клали асфальт, асфальт приезжала, видела лично. В этом парке прекрасно все, по-моему. Ребята, а чего вы не заходите? Там закрыто. Вы пришли покататься? Не пускают? А вас не пускают? А почему вас не пускают? Это всегда так. Обратитесь к подрядной организации и к администрации, главе нашего города. А где Стэн? Кто подрядчик? Прошу обрастить внимание. Вот он, Стэн. Поскольку вам денег дали, чтобы вы сегодня пришли сюда? Поскольку денег вам дали? В смысле сколько? Чтобы вы пришли? Не, мы просто кататься хотим. Денег не дали? Не, не дали. Ну вот. Замечательно. Это безопасность. Все равно должно быть время работы. Должно телефон кому обращаться. Ничего нет. Она не сделана, наверное, еще. Так, мы сейчас затопчем вот эту красивую траву. Где такая, что здесь собаки просто гуляют и просто бегают, прыгают, между собой играют. Вот здесь как бы должны тусоваться, по идее, владельцы. Ну да, булавки себе не запачкать. А с этой стороны должны стоять снаряды для дрессировки. Уйду у меня. Скажите, пожалуйста, а для чего песок заперт на замок? А вот тут как бы я вот... Чтобы не покралили. Чтобы туда не ходили. Я не в курсе. Сейчас, сейчас, сейчас. Там не открыт. Там издачи еще не было. А здесь что можно испортить? Не, ну что ты. Все равно они боятся, что это испортить. Понимаешь? Еще в воду эксплуатацию не введен тут. Они поэтому не... Ну здесь песок. Иначе собаки перегревают. Я думаю так, что с этих работ мы написали в своем предложении. Убрать субподряд их категорически, чтобы их не было близко. Это сразу падает. Во-первых, цена сразу влияет на качество материалов. Что это за место? Я вам объясню. Эта площадка делали в том году. Эта часть, это та часть, которая должна находиться в заземлении. В земле, понятно. Это вот именно та грань при правильном установке детской площадки. Мне подрядная организация сюда, вместо того, чтобы заземлить, как сказал Циби, первый зам, главы, они мне сюда приходят и засыпают это постоянно песком. Песок дает усадку. И все это видно. Вот я понимаю, что песка у него много, а совести у него нет. Площадки год. Площадки ровно год, чтобы вы понимали. Здесь находится конструкция. Они же наверно перспектированы, эти краски этого типа. Ну а кто-то отвечает за это конкретно? Кто должен? 131-й. Администрация. Администрация, ну давайте реально. Это песочница. Тут нет ничего. Это песочница. Прекрасно. Куча была претензий, куча была недочетов, которые именно приехала администрация, лично показала. Но на сегодняшний день, кроме того, что у подрядчика много песка, я не вижу больше чего. Она вообще за эти деньги вернут, чтобы это переделали. Да, это просто деньги за рыжьи. То есть деньги-то они не освоены. То есть поставлено что-то, что не играет на рыжь. Да. Из-за заземления коры пошла столовая гниль. Вон там это видно. Гниль пошла внутрь ствола, здесь она не видна. Вот. Ее слевы, и скорее всего, она идет вот сюда. То есть дерево может рухнуть, но это просто вопрос времени. Возможно, оно после двух, возможно, два. Возможно, невозможно. Соответственно, если оно упадет, оно переломает вот эти все. Конструкции, завалит дорожку. Кого-нибудь зашибе. Да, детских площадок там нет. У нас такие специалисты, оказывается, есть. Надо их использовать. А мы едем и занимаемся сейчас. Ну тут проблема не в том, что подрядчик козел, а в том, что нам проектировано. Как замечательно. Я жду ваше предложение теперь на электронную почту, потому что мы будем все собирать и представлять как общественные предложения губернатору. Мы разрабатываем четвертые. А вообще само мероприятие мне очень понравилось. И я с удовольствием буду участвовать в подобных. Было организовано все на очень высоком уровне. Видно, что работали профессионалы. И знаете, мне кажется, это из-за того, что все проводить доверили молодежи. И да, беру свои слова обратно по поводу кофе. Кофе нам дали. Все отлично, все спасибо. Все, с новыми силами, с новыми знаниями можно включаться в работу. Большое всем спасибо и буду держать вас в курсе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!